Дважды в год Институт Пантон объявляет дюжину самых модных цветов. В декабре прошлого года нам представили победителя 2018-го – ультрафиолет. Он и будет лидером весенней палитры. Все наши темы, которые мы заявляли в начале года – это ретро, это женственность, и романтизм, и футуризм, они, конечно, и в палитре тоже будут отражаться. Пастельная гамма – это вот та самая женственность и ретро. Неоновые оттенки – это как раз вот то самое футуризм, о котором мы говорим, это технология, это направленность в будущее. И в какой-то степени возвращение в прошлое, в 90-е, 80-е, когда эти цвета были очень популярны. За романтику будут отвечать оттенки фиолетового, лиловый и лавандовый. Комбинируем их с пастельными тонами розового, песочного и небесно-голубого. Получаем очень нежный образ. Либо берем пару яркие цвета и получаем сочный лок. Цветом достаточно ярким и живым является красный цвет помидорок черри. Его точно так же добавляют как специю ко всем остальным тонам. И получается достаточно яркий образ. Все пастельные оттенки, которые сочетаются, будут с этим цветом, они получат такое вдохновение. Красный можно добавлять как небесно-голубому, как зеленому. Его можно добавлять к лавандовому. Очень сложное сочетание получится. Антиподы жгучего черри, мальчиковый голубой и цвет под названием аркадия. Единственный оттенок зеленого в весенней палитре. Берем их в пару к тому же красному, оранжевому или желтому. А вот неоновые оттенки взяли на себя роль проводника. Яркий лаймовый пунш отсылает нас к теме футуризма, одновременно отдавая лоскам 80-х-90-х годов пика своей популярности. Достаточно яркости добавляет так называемый лаймовый пунш. Это такой очень флуоресцентный зеленый оттенок. И с ними надо быть очень осторожным, потому что в комплекте этого цвета должно быть совсем немного. Он должен быть неким таким маленьким акцентом. Иначе в целом образ рассыпется, он будет слепить глаза. Пожалуй, самыми необычными в палитре 2018-го оказались шоколадные оттенки «Эмперадор» и масло чили. Несмотря на свою осеннюю теплоту, они элегантно вписываются в весенний гардероб. Впрочем, сочетать такие сложные цвета советуют только с соседями по палитре. Красным, оранжевым, зеленым, либо разбавлять ярко-синими акцентами. Неважно, какой цвет вам понравится больше, все актуальные оттенки весны легко комбинируются и собираются в комплекты. Поэтому, если вы считаете себя специалистом в комбинировании цветов, то вы можете до четырех цветов замешивать в одном образе. Если вы все-таки не уверены, то тогда желательно либо создавать монохромный вариант, либо комбинировать два цвета. Возможно, брать одну пастель, один, например, естественный оттенок, одну пастель, один яркий цвет пастель и какие-то варианты еще пастели, которые, в принципе, между собой будут очень хорошо сочетаться. Весна – идеальное время для ярких экспериментов. Самое время попробовать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова